Здарова! Сегодня видео у нас будет тест-драйв толстяков вместе с Эхо. В последнем обновлении Эхо апнули и многие писали в комментариях протестить эту кабину. Выбрал я крафт на 9200 очков мощи, здесь у нас стоит 4 поворотных колеса, затворник, также 2 неповоротных колеса, эхо, 2 толстяка, гонитель, большой боезапас, заряд, разрядник, также маленький боезапас, слухач и домкрат. Этот крафт есть на выставке, называется Танк, если хотите можете скачать. Ну а мы погнали! Кстати, если вам нужен игровой динамический микрофон с пантографом, то одним из таких вариантов может стать Mono PD200X. В комплекте идет инструкция для микрофона, а также инструкция по сборке пантографа. Также довольно длинный толстый провод для подключения с разъемами USB Type-C, либо же Type-C Type-C. Крепление для пантографа. Стойка для микрофона. Ну и конечно же сам микрофон. Микрофон сделан из металла, сверху расположена кнопка мьюта, а также колесико регулировки громкости наушников, подключенных к нему, либо же громкости самого микрофона. Но колпачок ветрозащиты здесь съемный, то есть его можно убрать либо же поставить в любой момент. Сзади расположены разъемы XLR, USB Type-C, также разъем для наушников и кнопка выбора режима подсветки. При желании подсветку можно будет выключить. В комплекте также есть крепление паук, которое будет гасить все вибрации. Ну а вот так это все выглядит в собранном варианте. Микрофон можно повернуть как хочешь, вправо, влево, вверх, вниз, здесь никаких ограничений нет. Также есть отдельное приложение, в котором можно более детально настроить ваш микрофон, например выбрать тон. Либо же увеличить или уменьшить яркость подсветки, здесь даже есть свой эквалайзер. В общем настроить микрофон под себя не составит особых проблем. Ну а звук можете заценить сами, весь сегодняшний видос будет записан именно на этот микрофон. Ссылка на него будет в описании. Толстяки у нас стоят апнутые на минус перезарядку, то есть по идее со скорострельностью здесь все должно быть зашибись. Давайте вот здесь вот союзом поможем. Зараза, гриф прицепился к толстяку. Так, ну нормально, вроде толстяк не искрится. Ох, нифига себе. Союзы какую-то огромную сцепку собрали. Сейчас мы им тут поможем. Че, брателка, давай посмотрим кто кого. Эхо подключаю. Ну, скорострельность тут конечно да, шикарная. С учетом того, что стоит не маховик, а вообще разрядник бирюзовый. Так, брателка, давай мы тебя вот так вот перехватим. Паццы, 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 помогите пожалуйста, тут еще кто-то нарисовался. Добить осталось. Замечательно, спасибо за помощь. Фатумов своих десантировал. Так, ну давайте, сейчас мы его перехватим. Он как раз таки направо едет. Давай, драндулет, быстрей разгоняйся. Один Фатум там вообще стоит, просто в стену смотрит. Я не знаю, почему он не стрелял по мне. Ну ладно. Так, брателу, ты у нас доездился. Стоять. Давай, 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 давай. Помирай. Кайзюшка еще, зараза, сзади там пуляет. Нужно иметь ввиду. Задний толстяк у меня уже искрится. Так, этого чувачка мы фастом забираем. Давайте, парни, помогайте. Куда ты его запульнул? Не, ну сцепка у вас, конечно, мощная. Ничего не скажешь. Давайте, пожалуй, вот сюда вот правее уйдем, чтобы кайзю по мне особо не стреляла. Минус. И у нас осталось три человека еще. Но вдаль уже, конечно, толстяков сложновато стрелять, просто потому, что разброс у них довольно большой. Это не слоны какие-нибудь. Совсем скоро мы их тоже, кстати, протестим. Ну что? Штаревод доездился. Все. Попался. Вот это я его, конечно, поджал. Давай, давай, союз. Тоже на толстяка, кстати, катается. Поехали в центр. Добьем двух пацанчиков. И у нас будет победа, возможно, даже МВПшка. Но это не точно. Давай, давай, драндулет. Еле уж разгоняется. Так. Куда-то не туда. Вот, вижу. Ну, пипец, короче, вообще не туда стрельнул. Сейчас мы этого ягуайщика добьем. Скорее, наверное, грифщика. У него там грифы, по-моему, стоят. Стоямба. Бартелла. Куда это мы собрались? Давайте фигачим последний. Чувачело остался. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Десять человек одного мусолит. Ну давай уже. Куда паук-то лезет? Ё-моё. Ха-ха. Победа. И у нас МВПшка есть? Нет? Нету МВП. Второе место. 1295 очков за бой. Врываемся в бой. Там у нас уже союза пошли в атаку. Нормально. Я подорвал, конечно, ботярку. Прям в воздухе. Вот, зараза, Птур всё-таки попал по мне. Вот как сейчас я и не попал бы. Вот это вот интересно, конечно. Я что-то сегодня прям вообще туплю, если честно. Ну ладно. Подорвали всё-таки генератор пацанчику. Здорово. Вот этого скорповода мы, наверное, забираем. Куда ты побежал? Фига у него какой драндулет быстрый. Так, ладно. Я за ними пока что не поеду. Там ещё и сзади кто-то едет в меня. Лучше пока что не стоит туда ссуваться. О, здорово. Фуловый хаверастик. Давайте гасим-гасим его. Хорошо. Пукан зарвали. Сейчас он уже нормально стрелять не сможет. О, Птуроводка. Здорово. Вот Птуровода. Давайте, наверное, сразу заберём, чтобы не мешался. Погоди, погоди. Прометейка не до тебя пока что. Сейчас мне Птур прилетит. Повезло. Здорово. Давно не виделись. Так, пацаны. Чё ты всё по мне-то стреляешь? Иди отсюда. Запарил уже. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Прыгаем вниз. Не туда, ё-моё. Немного не туда свернул. Надо было чуть дальше проехать, чтобы упасть на платформу, а не в пропасть. Но что-то пошло не так. Буквально... Добрый вечер. Это что такое? Ха-ха. Вот это я прифигел, конечно. Такая колесница на меня едет. Он меня догоняет ещё каким-то образом. Братан, оставь от меня, пожалуйста. Мне страшно. Что ты собрал? Офигеть, он как будто на колёсах едет, а не на шнеках. Ха-ха-ха. Чувак, я тоже на такой тачке хочу покататься. Пипец, ты чё вообще сделал? И по нему урон какой-то маленький вообще проходит. И он разворачивается реально как будто на колёсах. На шнеках я так никогда не катался. Отстань, пожалуйста, от меня, братан. Он меня ведь реально догонит сейчас. Просто посмотрите на эту скорость. Так, 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 братан, не надо, не надо, пожалуйста. Я теперь по нему попасть ещё толком не могу, потому что он постоянно дёргается. Так, пацаны, давайте, нужно его добить, чтобы он не мешался. Мы весь бой дубасим одного человека, по факту. И что-то как-то мне это не нравится. У нас три человека всё лишь осталось, включая меня. И против нас целая команда красных. Судя по всему, здесь будет поражение. Пипец, он непредсказуемый. Он бывает просто едет-едет в одну сторону, резко останавливается и выкатывается на тебя. Это буквально за секунду всё происходит. Очень манёвренный крафт он как-то сделал. Так, ну и всё, собственно, я приехал, походу. У меня уже нифига нету. 68 урона! Офигеть, не встать просто. Вот это уронище. Хочется вспомнить урон Райдзина за один выстрел. Прикольно, катаемся. 199, вау, просто уронище. 230. Ну всё, здесь без вариантов, к сожалению. У нас поражение. Но махина, конечно, честно, меня прям удивила. И у нас 908 очков за бой. Сейчас мы этого ботярку быстренько заберём, чтобы в тылу не сидел, не настреливал. Иди сюда, паучок. Я ему чисто пушки быстренько отстрелю и переключусь на следующего чувачка. Не буду его добивать. Не, ну с эхо, в принципе, мне кататься нравится. И до обновления тоже каталось неплохо. Единственное, конечно, сейчас появились Райдзины. И Райдзины прям очень сильно напрягают. Потому что за один выстрел они там наносят гораздо больше урона, нежели я даже за два. Зашибись. Где домкрат? Он был! Куда он делся? Я не понял. Так, так, так. Братан, здорово. Наш подписчик, кстати. Оп, смотри, как умею. Братан, что, не получилось, да, меня столкнуть? Ну, даже хорошо то, что у меня домкрата не было. Я так тайминги подгадал. Перевернулся. Того хайрастика еще срабатываем. Все, у него пушек нету. Хорошо. Накинулся тут. Понимаешь ли, на Союза помогаю как могу, чуваки. Вот сейчас хорошо, перезарядка быстренько эхо идет. Сейчас можно подключать. Все. Вот этого чувачка. Давайте завалим. Ну-ка, в мины. В мины, в мины, в мины. Правильно. Давай, 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 туда, туда. Он меня как будто услышал просто. Вообще сам туда поехал. Молодец. Так, все, давай, до свидольки. И у нас осталось три человека еще. Ну, нужно отыграться за прошлый бой. В прошлом бою, конечно, нас вообще вынесли. Не напрягаясь, по-моему. У нас там в центре месиво какое-то. Не вижу никого. Ну, где ты, брателка? Ага, вижу там какой-то прям танчик, слушайте. Сейчас мы это опять на толстяках. Вот это я, конечно... Где домкрат? Я не понимаю, он был на крафте. Еще в начале видоса показывал. Да, надо посмотреть. Вдруг я его случайно убрал. Так, братан. Давай, кто кого. Главное, чтобы он мне пушку не отстрелил. Давай, админ выстрелил. Да... Блин, зараза, ну что ты сделал-то? Так, 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 так. Один раз буквально попасть. Хорошо. Ну, пипец. В конструкционке все улетело. Парни, давайте, добивайте. Я надеюсь на вас. И... Минус один. И второго добили. Ништяк. У нас победа. Союза красавчики задефали. И у нас 1167 очков за бой. Вижу первую жертву. Мне, кстати, понравился один комментарий под прошлым видосом. Такой вопрос был. Луэрс, а куда делись все дробоводы? Ну, дробоводы, во-первых, они все не исчезли. Все-таки это дробаши. Они всегда были эффективны. Во-вторых. Но мне кажется, все-таки большинство дробоводов сейчас просто-напросто пересели на райдзины. Потому что любой райдзин может, в принципе, не напрягаясь, выбить дробаш буквально с одного выстрела. Конечно, если ты не на кирпиче, потому что там дробаши выше, там уже сложнее по ним попасть. Но, тем не менее, тот же самый кирпич, он более медленный. И на дистанции райдзину его расстрелять не так уж и сложно. В общем, мне кажется, все-таки сейчас все дробоводы просто-напросто на райдзине катаются. Как-то так. Слушай, чувак, ты тут запарил кататься? Давай-ка в гаражик, я тебя тоже отправлю. Где все соперники? Все соперники, видимо, ближе к С поехали. У нас там что-то месиво какое-то. Союзы держат С, сопротивляются. И половина нашей команды слилась. Короче, у нас, по сути, команда разделилась на две маленькие группы. И это не очень хорошо. Так, вот этого пильщика давайте завалим, пока он тут дело не натворил. Помоги, пожалуйста, союз. Сейчас я его подопру как-нибудь, пока не уехал. Все, держу. Давай, братан, такой же пильщик. Запили его, пожалуйста, пока он тут не дергается. Все. Хана, чуваку. Замечательно. А вот сейчас, кстати, уже какие-то шансы даже появились на победу. Я в моменте думал, что мы проиграем. Сейчас уже можно посопротивляться. Три на три. Ну давайте, парни. Нужно попробовать затащить. Я верю вас. Главное просто пытайтесь кататься более-менее толпой. Главное просто не разъезжаться поодиночке. Иначе нас сейчас всех завалят. Вот как вот этот, брателло. Вот прям вообще. Молодец. Куда поехал? Зачем поехал? Непонятно. Ну и, в принципе, за это и поплатился. Все. Минус один. Отлично. Опа. Пульсарщик. Такой же красавчик. Ну давайте за ним тогда. Там союзы одного гасят. Надеюсь, они его все-таки одолеют. Куда ты побежал, брателка? Стой. Зараза. Подбил союза нашего. А второй союз у меня на вереске. Вряд ли он сейчас что-то навоюет. Давай, братан. Я держу. Стрельни по нему, пожалуйста. Добей просто с вереска. Ой, хорошо залетело. Просто шикарно. Зараза. Ну что ж ты мне так неудачно-то зарядил? У меня просто банально сейчас патронов, возможно, не хватит завалить всех. Там фуловые ботяры еще на козю катаются. Так, чувак. Ты у нас помирать-то собираешься вообще сегодня? Давай. У меня осталось 10 патриков сегодня. Ты точно должен помиреть. Замечательно. И что ты как-то сомневаешься, что у меня сейчас получится завалить вот этого козюшника. Потому что 8 патронов на толстяке. Это прям очень мало. Мне не хватит просто его завалить. Вот серьезно. С таким-то уроном. Ну, давай. Еще. Он меня сейчас долбанет так от души. 4 патрона. Ну блин, мне ими разве что застрелиться. Тут с ним особо стреляться, я думаю, не стоит. Можно, конечно, по захвату попробовать выиграть. Но в ничью я точно должен отыграть. Братан, давай ты за мной не будешь ехать. Я просто вот так вот спокойненько базу Б захвачу. И все будет четенько. Так бы до А доехать в идеале, но я не успею. Он просто доедет до Б и будет ее захватывать. И в итоге мы по захвату проиграем. И так, и так мне придется ехать сюда. Так, зараза. 3 патрона. Блин, можно попробовать его как-то в огонь затолкать, чтобы он от огня помер. Нет, нет, братан, не надо заряжать кайдзю свою. Короче, будет ничья, друзья. Если я сейчас не накосячу. Но надо было все-таки на А ехать. Я что-то постремался. Я так подумал, что он быстрее захватит. Там было время еще, в принципе. Надо было захватить А. Приехать ему заруинить захват на Б. Тут чуть-чуть помансить. Он бы еще тупил долго, я бы выиграл. Я просто не так поступил. Неправильно. Ну ладно, ничего страшного. Ничья так ничья. Вот ничьи у меня точно давненько не было. Вот МВПшки победы часто довольно. Так, давай, все. Ничья. И сколько у меня очков в итоге с этого боя. И у меня 2491 очко за бой. Это будет последний бой на сегодня. Но, в принципе, на крафте кататься несложно. Мне понравилось. Единственное, конечно, иногда вот как будто бы прям вообще мало урона. Вот прям яркий пример. Это прошлый бой. Там с одного толстяка 100, 200. Там еще в каком-то бою у нас 68 прилетало. Очень мало. Но мы все-таки берем скорострельностью. И иногда скорострельность реально решает. А так, ну, урон не такой уж и большой на самом-то деле. Так, пацаны. Я немножко не туда заехал. Отойдем. Все нормально. Кабанчик еще приехал. Давай, давай. Разворот. Замечательно. О-о-о-о. Смотрите, кто приехал. Махина на райдзине. Вот его мы будем очень долго дубасить. У него там ермак стоит. У него там наверняка еще стоит оберег. Либо же даже амамория. Плюс титаны. Короче, мы его будем очень долго дубасить. Вот я ему завыстрел. В лучшем случае тут 300-400 урона наношу. Он завыстрел вообще не напрягаясь. Там под 900, под 800. Косарь даже, может быть, наносит. То есть я за три выстрела наношу почти столько же, сколько он за один. И то бывает иногда меньше. Ну ладно. Мы его уработали, кстати, довольно быстро. Тут союзы помогли. Здорово. Собрать по разуму. Я, кстати, хотел изначально танчик собрать, но что-то покатался и не пошло у меня на танке с толстяками. 147 с одного толстяка сейчас попал только. Ну-ка, стой. 288. 322. Ну вообще, небольшой урон. Когда-то хорошо прилетает. По 500, по 600. Когда-то слабенько. Каждый раз по-разному. И у нас победа, даже МВПшка и 1567 очков за бой. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний тест-драйв. Пишите в комментарии, как вам этот крафтец. Кататься было в целом неплохо. Единственное, конечно, иногда прям напрягает Райдзин. Я его просто не успеваю перестрелять, потому что разовый урон у него больше. И я вроде стреляю чаще, но при этом урона наношу, по-моему, в общей сумме меньше. Как-то так. Но другие крафтецы, в принципе, разносят очень даже неплохо. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok